Всем привет! С вами Магомендов Сергей и это еженедельный обзор рынка от компании Life Investing Group. Коротко об индексах, валюте и нефти. Индекс Мосбиржи практически не изменился по отношению к прошлой неделе, всего лишь минус 0,1%. Индекс S&P 500 прибавил 1,8%. Рубль практически не изменил границы недельного коридора с прошлой недели. Максимум фьючерса составил 74 600 рублей, минимум 72 805 рублей. Нефть марки Brent на прошлой неделе подорожала на 3,8%. Теперь давайте посмотрим на предстоящие события среди компаний. В понедельник будет отсечка по дивидендам Авангард и окончание сбора заявок на выкуп или обмен акций Лензола. Во вторник последний день с дивидендами торгуются акции Нурникеля. А в среду последний день с дивидендами торгуются акции Трансконтейнера и ФосАкта. В четверг у Магнита пройдет неочередное общее собрание акционеров. По акциям Нурникеля будет отсечка по дивидендам, а Детский мир последний день торгуется с дивидендами. В пятницу у Трансконтейнера и ФосАкта будет отсечка по дивидендам. ММК и ММЦБ проведут ВОЗа. И Газпром, нефть, цены ЛМК последний день торгуются с дивидендами. Далее посмотрим на лидеров роста и падения рынка. Лидерами роста по итогам недели стали Петропавловск, Полюс Золото, Теньков, ММК и Газпром. Пройдемся по графикам акций этих компаний. Петропавловск снова в лидерах. На этот раз акции подорожали почти на 10%. Полюс Золото также у нас в лидерах роста. После небольшой консолидации цена прибавляет 9%. Теньков прибавил 7,9%. На графике видно очередное поджатие к максимумам бумаги. ММК обновили свой исторический максимум, но закрылись ниже уровня сопротивления. Плюс 7,3% за неделю. Цена акций Газпром достаточно быстро преодолела зону сопротивления, которая была отмечена в прошлых выпусках. Акции прибавляют 6,3% за прошедшую неделю. В лидерах падения у нас оказались Сбербанк, Мэйл Групп, Киеви, Детский мир и Русал. Взглянем на графики акций и этих компаний. Сбербанк после обновления максимума потерял за неделю 4,4%. Мэйл Групп уходит ниже уровня поддержки и теряет 4,6% рыночной стоимости. Киеви продолжает снижаться и уже совсем близко к своим минимальным историческим значениям в районе 700 рублей. Выкуп акций закончился и все, кто хотел поучаствовать в этой акции, уже поучаствуют. Цена Детского мира снижается на 8,1%. Акции Русала потеряли 8,2% о заявлении западных инвесторов о слишком большой роли Дерипаска в управлении компанией. Теперь перейдем к событиям, которые нас ждут в мире экономики на этой неделе. Во вторник объявят ВВП США за третий квартал и статистику по продажам на вторичном рынке жилья. В среду узнаем число первичных заявок на получение пособий по безработице, статистику по продажам нового жилья и запасам сырой нефти. В четверг в США предпраздничный день, и поэтому биржи закроются раньше обычно. Также в этот день объявят данные по базовым заказам на товар длительного пользования и число первичных заявок на получение пособий по безработице. В пятницу в США будут праздновать Рождество, поэтому торги проводиться не будут. В заключении топы за прошедшую неделю. На площадке акций первое место 69 845 рублей, второе место 21 974 рубля и третье место 16 473 рубля. На площадке фьючерсов первое место 117 303 рубля, второе место 64 067 рублей и третье место 42 408 рублей. Я напоминаю, что ежедневно вы можете присутствовать на открытых мастер-классах, проводимых на нашем канале в YouTube, а также участвовать в прямых трансляциях в группе Discord. Актуальное расписание трансляции мастер-класса вы всегда сможете найти на наших страницах в социальных сетях. Все ссылки вы найдете в описании. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на нас в Instagram, в группе ВКонтакте и на канале YouTube. Всем пока!